На заседании говорили о проведении летней оздоровительной кампании. Плановое финансирование на этот год предусмотрено за счет областных средств. Это 14 миллионов 600 тысяч рублей. Из местного бюджета 9 миллионов 700 тысяч рублей. И трудовые бригады планируются по расходам от 4 миллионов рублей. Борисовна, пользуясь вашим присутствием, просит поддержки и по линии молодежи, по нашей линии все-таки получить подтверждение, что эти деньги на трудовые бригады нашим детям выделены. Потому что в свете, наверное, последних событий, все, что у нас происходит на территории Московской области, на территории Российской Федерации, это будет достаточно востребованный вид занятости наших подростков. Они всегда любят лето провести с толком не только отдыхать, но еще и иметь возможность заработать свою первую заработную плату. В 2022 году на территории Раменского городского округа планируют работать 6 лагерей. Это детский оздоровительный лагерь «ЛИП». Он традиционно открывается на базе Ломоносовской школы-пансион. Детский оздоровительный лагерь «Положкино». Детский оздоровительный лагерь «Чайка. Новая цивилизация». Детский оздоровительный лагерь «Дубки». Детский оздоровительный лагерь «Ленинские искры». А также мы планируем открыть летний физтехлагерь на фабричной на базе нашей районской школы-интерната. Ну и будут работать наши санатории, санатории Кратова, санатории Малаховка, которые практически работают круглогодично. За период летних каникул в этих лагерях отдохнет около 3,5 тысяч детей. Также будут работать 36 лагерей с дневным пребыванием. Охват детей составит 2125 человек. По поручению губернатора Подмосковья для удобства родителей создан интернет-портал «Детский отдых Подмосковья». Представители Координационного совета подробно обсудили вопросы безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях, санитарные требования и вопрос трудовой занятости подростков в летний период. Ольга Скрябина, Сергей Григорьев и Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».